Марат Измайлов безусловный талант российского футбола, но по развитию навыков он является полным антиподом Андрея Аршавина. Зенитовец стал первым за большое время случаем постоянного роста мастерства. 28 лет он играл безусловно сильнее, чем в самом начале карьеры. Измайлов же свой предельный уровень выдал в дебютном сезоне, и весь дальнейший путь Хавбек лишь периодически выдавал то, что мог в 18 лет. Считается, что в нестабильности Измайлова виноваты постоянные травмы, но достаточно ознакомиться со статистикой, чтобы понять. Этот фактор чрезвычайно раздули, ибо на поле полузащитник выходил крайне часто и всегда в основе. Вроде бы понятно почему. Обычно тренер имеет большую власть над командой и всегда может попросить сыграть того, кто не совсем здоров. Отказываться попросту опасно, могут и на лавку отправить. Измайлов же вообще не играл, если не чувствовал себя готовым на 100%. Решение конкретного футболиста годами считалось важнее желания тренера. С этим спокойно жили Семин, Эштреков и даже иностранец Муслин. Все закончилось с приходом влока революционера Бышевца. Он первым выпустил со скамейки явно недолеченного Измайлова. Выбитый из колеи Марат ничего не показал. Затем был переведен дубль и продан в Португалию.